Субтитры создавал DimaTorzok Что-то случилось? Его даже похитили инопланетяне, чтобы узнать, сколько пресной воды осталось на Земле. Это не шутка. Действительно, за несколько дней апреля в СМИ разных городов появились материалы о Сергее Плужнове, который совершает героические поступки. Плужнов придумал фейковых двойников, однофамильцев героев и раскидал выдуманные истории по всему интернету. В выдуманных материалах Плужнов спасает животных, детей, вырубает одним ударом бандитов и передает их в руки полицейским. Все это сделано, чтобы в поисковых системах спрятать реальную информацию о бандите Плужнове из Новокуйбышевска. Ведь огласка – страшная вещь. Лишнее внимание для Плужнова и его крыши губительно. Давайте посмотрим, что это за публикация. И вот смотрите, первая статья. Настоящая дружба с природой лесничего Виння. Лесничий Сергей Плужнов по прозвищу Виння, лесничий из Брянска, не относится к своим обязанностям чисто формально. Здесь рассказывается о том, что он нашел медвежонка, у которого браконьеры убили мать, и забрал к себе. И вот теперь его воспитывает, кормит молоком и кашкой. Вот такая небольшая статья, но очень трогательная. Вот еще одна. Сергей Плужнов из Екатеринбурга спас мать от мошенников. Здесь рассказывается, как житель Екатеринбурга Сергей Плужнов решительными действиями произвратил хищение у своей матери 500 тысяч рублей и документов на квартиру. Тоже фотография совсем другая. Это, конечно, тоже не Сергей Плужнов. Но все это, еще раз повторяю, для того, чтобы по запросу Сергей Плужнов вот появлялись вот эти вот статьи. Сергей сумел очень быстро уложить сначала одного, а потом и второго злодея. Полиция пробила на место через 20 минут после вызова. Только для того, чтобы забрать преступников тепленькими. То есть вот тут рассказывается о том, как Сергей Плужнов предотвратил хищение у своей матери 500 тысяч, ну и задержал преступников и сдал их куда следует. А вот еще одна статья Даря «Счастливое детство». Здесь рассказывается о враче из Новокубышевска Сергее Плужнове, которого зовут доктор Айболит. Это детский доктор, который в своей профессии просто ас. Он делает чудеса. У него свой индивидуальный подход. Тут рассказывается, что он 10 лет занимается своим любимым делом. Коллеги и пациенты считают, что это его призвание. Он провел операцию и спас маленькой девочке ногу. Молодой организм довольно быстро восстановился. Благодаря игрушкам девочка спокойно отнеслась к шраму. Здесь говорится об таком вот подходе Сергея Плужнова к своим пациентам. И в знак благодарности родители девочки рассказали местной газете, что доктор Айболит спас их крошку. Тоже очень трогательная история. В общем, читаешь и думаешь, а ведь Сергей Плужнов из Новокубышевска мог стать хирургом. Вот мне интересно, он сам это пишет? Сам придумывает? Если сам, мы еще, возможно, даже и писателя потеряли. Еще одна история. Как Сергей Плужнов, обыкновенный электрик, спас детей, которые попали в холодную воду. Это 8 и 10 лет Маша и Егор. Удивительно, но никто из героев этого события даже не простудился. Сам Плужнов не считает, что сделал что-то выдающееся. Он полагает, что так на его месте поступил бы совершенно любой житель Екатеринбурга. На работе электрику дали небольшой отпуск на 7 дней для восстановления сил, хотя сам он об этом не просил. Тоже очень трогательная история. Очень. Все это о Сергее Плужнове. А вот еще одна история, тоже про Сергея Плужнова. Называется «Меня похитили говорящие растения». Это о том, как Сергея Плужнова похитили инопланетяне. И пытали его, и хотели добиться, хотели узнать, сколько воды осталось, пресной воды осталось на Земле. И, в общем, еще несколько таких статей, где Сергей Плужнов, где человек под именем Сергей Плужнов, выступает таким вот героем. Мы проверили эти материалы и связались с владельцем СМИ. Все говорили, что к статьям они отношения не имеют, и в таком виде им уже выслали тексты так называемые партнеры. Фотографии, которые использовались, тоже не имеют отношения к Плужнову и просто скопированы из сети. В основном использовались фотографии граждан США. По этой же схеме Плужнов прятал в 2012 году информацию о своей ОПГ-индейце после выхода статьи о хищениях нефти в Forbes и подробной статьи о деятельности Плужнова на сайте компромата. Посмотрите, как чудесным образом из лидера ОПГ-индейца пропадает фотография и фамилия Плужнова. Вместо Плужнова Сергея Васильевича указан Платонов Сергей Васильевич, вместо юриста группировки Веймана уявляется американский диджей Моби. Также по этим материалам мы узнаем, что банду в криминальном мире представлял сам боец ММА Александр Емельяненко. Кстати, Плужнов свою компанию ООО «Тысяча мелочей» на этой схеме понизил до ООО 100 рублей. Правильно, скромнее нужно быть. Параллельно с отбеливанием себя в интернете, Плужнов в реальности тоже пытается отбелиться и перевести стрелки. Вы сейчас видите кадры, как в Новаку и Бышевске двое членов банды индейца крепкого телосложения скрывают свои лица от камер и разносят бесплатные газеты. Причем, если судить по телосложению, то распространением газет занимается силовая часть банды, в обязанности которой входит запугивание свидетелей. Задачу распространить газеты поставил вождь индейцев Плужнов. Сейчас у него цель сделать так, чтобы все считали, что никого из индейцев больше нет на свободе. Именно об этом написано в газетах, которые распространяют бандиты. Это поможет Плужнову без лишнего внимания продолжать проворачивать свои криминальные схемы. Поэтому он так активно и пытается замести везде свои следы. Сейчас вы видите видеозапись с камеры, как с помощью дрона были отравлены домашние собаки одного из свидетелей. Это как предупреждение, чтобы вдруг не сказал ничего о Плужнове в суде. Вот так информация замалчивается. Люди просто боятся давать правдивую информацию против оставшихся на свободе кровожадных членов группировки. Все вот эти вот статьи, про которые мы сегодня рассказывали, показывал, все вот эти вот почтальоны, вот эти вот угрозы, вот это отравление собак, все это сделано для того, чтобы отвести внимание от себя и от ОПГ индейца, чтобы дальше продолжать заниматься тем, чем уже несколько десятков лет занимаются. Все бы могло быть по-другому, но есть так, как оно есть. Есть хищение нефти, есть угрозы, есть вымогательства, есть подкуп должностных лиц. И о всем об этом мы расскажем скоро в нашем фильме расследования. А пока что до свидания. Мы решили устроить небольшой конкурс для наших подписчиков. Как мы увидели, Плужнов очень любит фантазировать и представлять себя в роли других людей – почтальонов, сотрудника автосервиса. Давайте поможем ему помечтать и придумаем новую историю для Плужнова. Кем бы он мог еще стать и как спасти людей? Под этим видео будет специальный комментарий. Оставляйте свои истории там. Субтитры сделал DimaTorzok